Месяц август – самый сезон для арбузов. В рынке наполняются сладкой ягодой, отведать которую желает каждый. Но никто из нас не застрахован от покупки опасного для здоровья плода. Лишние удобрения могут стать причиной отравления, поэтому наша съемочная группа решила разобраться, как не ошибиться и выбрать сладкий арбуз. Прежде чем одни из самых популярных бахчевых культур арбузы поступят на прилавки рынка, они проходят проверку в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Именно туда мы и отправились первым делом. Вместе с врачом лаборатории Зайры Магомедовой выбираем на анализ один арбуз и дыню. У 14-летнего продавца Абдула партия ягод из Ногайского района. Несмотря на свой юный возраст, парнишка легко управляется с работой и с уверенностью отдает на проверку свой товар. В лаборатории с помощью специального прибора-нитротомера мы проверяем арбуз и дыню на содержание излишнего количества удобрений. В норме показатели не должны превышать 60 мг на килограмм. Наша ягода проверку прошла достойно. Только вот как рассказывает Зайра Магомедова, несколько машин экспертизу не прошли. Концентрация вредных веществ вышла за пределы и составила 150-180 мг на килограмм. Поэтому эти продавцы, дабы не потерять прибыль, отправляются с рынка во дворы. Так что подобная доставка на дом может представлять опасность. Проверяем арбуз на внешний вид, чтобы он был без изъянов, без дефектов. Следующее мы можем разрезать арбуз и уже проверить мякоть, чтобы она была не перезрелая. Ногайский район, Кизлярский, Баба-Юрта. В основном с этих районов. При желании обезопасить себя можно запросто. Покупатель может потребовать у продавца сертификат, где будет указано количество нитратов и разрешение к продаже данной партии. Кстати, посмотрите и на дату. Возможно, эти арбузы уже лежат больше недели и покупать их не стоит. Внешний вид тоже арбуз, чтобы он не был слишком огромный или слишком маленький. Если слишком огромный арбуз, то, естественно, там завышенная норма нитратов. А вот и пару советов относительно выбора полосатой ягоды. Арбуз не должен содержать повреждений, трещин и помятых боков. При стуке издавать чистый звук. Иметь сухую плодоножку и желтое пятно на боку. Следуйте указаниям экспертов, и вы точно не ошибетесь. Шахнават Кулиева, Рамазан Алиханов. Новости Каспи-ТВ.